Нормально, набралось людей. Очень рада всех видеть. Значит, мы сможем пообщаться. Для работы нам понадобятся мелки. Понятно, что нам понадобится бумага. И сегодня мы с вами будем говорить про то, как мы рисуем с детьми в младшей школе. Или как мы вообще начинаем рисовать и как не бояться листа, как не бояться больших рисунков. И лучше вообще инструмента, чем вот такие восковые мелки, блоковые мелки. Пока еще я для себя не нашла. Даже живопись остается вторым по значимости инструментом для обучения. В чем прелесть этих мелков? Прелесть в том, что, во-первых, ребенок даже семи лет или младшие дети, они могут мелки держать как угодно. Даже пальчиковый мелок – это уже попытка сконцентрироваться и работать только пальцами. Блоковый мелок можно держать по-любому. И так, и так. И более того, с блоковым мелком можно очень много всяких интересных игр проводить. Судесные пашеньки на равновесие, наиграться с ними. Они не расколятся, они не попадут. То есть вы можете такие игры устраивать просто как угодно. Итак, блоковый мелок – это очень хорошая штука, чтобы вообще начать рисовать. Мы его не боимся, мы работаем, ребенок может работать им как бы как с землей, как с камнем. Можно делать всякие конструкции, можно использовать это как кубики, можно играть в машинки. И это будет тогда больше даже игровой материал, чем художник. После того, как вы привыкаете к этому инструменту, вы можете еще одну вещь обнаружить. Во-первых, это всегда очень хорошо пахнет. То есть любой восковой мелок теплеет, он согревается, он не такой холодный. Если вы посмотрите, например, на любой карандаш или грифель, вы сразу увидите, как жестко можно так взять, что аж пальцы побелеют. Вы держите мелок, то мелок можно взять всей рукой. Для начала я бы на самом деле показала тетрадку, которая у меня осталась от дочки, еще из первых классов. Вы видите, что здесь мелки полноценно везде использованы. И есть вот, собственно говоря, такая проблема. Как на мой взгляд, это проблема, когда мелок используется правильно и когда мелок используется так, ну как бы как карандаш. Вот эта картинка получается выглядеть, как живопись мелком. Это первый класс. Вы видите чехольчики, вы видите растяжки. Но когда ребенок рисует мелком, как карандашом, то в принципе ни к чему хорошему это не приводит. Картинка получается пустой, просто набор маленьких картиночек. Например, если посмотреть на эти картинки, они выглядят полностью заполненными, душевными. В них есть тепло, в них есть логика какая-то, есть центральная часть, есть периферия. Или, например, когда появляется человек, да тоже посмотрите вокруг, все заполнено. Но если человек привык пользоваться фломастерами, простым карандашом, то результат будет достаточно, ну такой. Когда мы начинаем рисовать, перед нами есть белый лист и желание нарисовать что-нибудь маленькое на листе, это получается, что, собственно говоря, весь лист, всю картинку не оживляет. Можно потом соединить по точкам и что-то получить, какой-то образ, но он видит, ну, как схема, как чертеж, как конструкция. В принципе, это то же самое, как нас учат рисовать, когда делается конструкция, палочка, 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 палочка. И потом это все нужно одеть. Когда на самом деле мы никогда человека таким не видим. Если мы видим человека, то мы, скорее всего, увидим сначала силуэт, да, и потом мы в нем уже будем видеть какие-то детали. Только потом там появятся руки и вообще последними, может быть, появится глаз. Это вообще самое последнее. Если мы рисуем так, то мы занимаемся интеллектуальной деятельностью. Если мы рисуем так, из общего, то тогда это становится душевным, по-настоящему теплым рисунком. Более того, это сразу становится и живописным. Если идет конструкция, то тогда приходится над ней думать. А это, собственно говоря, все базовые, все первые упражнения и все умение рисовать в тетради, то, как мы показываем, как мы будем рисовать, мы начинаем рисовать со всего поля. Чтобы научиться рисовать, не нужно учиться рисовать. Нужно научиться видеть. И нужно свое видение держать в представлении. Если мы соберемся рисовать что-то на чистом листе, первое, чтобы не бояться чистого листа, мы и детям, и себе обязательно создаем атмосферу. Если мы рисуем животных, то мы не просто атмосферу создаем, мы еще и создаем им ландшафт, мы им даем траву, мы им даем то место, где они обычно живут. Но если мы просто начинаем с создания картинки, то никто еще лучше, голубого мелка, никто еще лучше, чем рамочка, не придумал. И я с удовольствием это повторю. Начиная картинку, мы можем вообще начать с того, что просто создать на листе рамку. Но это не будут рамки жесткие. Это не должна быть вот такая рамочка, хотя может быть и такая. Но для начала мы понимаем, что это тоже рамки, точно такие же, как и бумага. Если я нарисовал такие рамки, то я просто перенес эти границы сюда. Но если я создаю мягкую, вот такую окружающую, обволакивающую картинку, если я создаю вот такое поле вокруг, то на самом деле, посмотрите, что здесь получается. Я не повторяю границы, а я их увожу. И тогда между полем моего рисования и внешней средой между столом оказывается очень мягкий такой переходный барьерчик. Здесь есть много еще значений. Например, собственно говоря, глядя на вот эту рамочку, и ребенок, и взрослый человек будет, в принципе, ассоциировать это с окошком. Это окно в нашу картинку. И у нас есть центр, и у нас есть периферия тогда появляется. Когда мы работаем просто на чистом листе или на чистой рамочке, у нас как будто бы важность всех мест, она однозначна, как будто это цифровое фото. Но и наше зрение, и художественная фотография, они построены на том, что всегда в центре листа есть фокус. И вот этот фокус, он четкий. А вот эта зона, она должна попадать в зону периферического зрения. Когда мы смотрим, мы тоже вот эту часть, просто протяните руки в стороны, и вы увидите, как исчезают они из вашего поля зрения. Вот эта часть, она должна быть такой же, как исчезающая из поля зрения периферия. Вот мы с вами начинаем с того, что мы можем создать периферию. И тогда сразу здесь уже появляется зона для работы. И, конечно же, тогда уже сразу захочется работать. Можно немножечко низ делать темнее. Это придаст еще одну вещь. Тогда в картинке появляется верх и низ. Когда вы утемняете немножко передний, нижний край, то посмотрите, картинка сразу получает землю, получает крепкую почву. Даже если это синий мелок, это все равно просто уплотнение. Чтобы еще ближе приблизить этот край, нам нужно будет использовать красные мелкие или желтые оттенки. То, что землю выведет на передний план. Синий цвет всегда будет от нас отдаляться. Красный цвет всегда будет к нам ближе. Я люблю рассказывать эту историю, что когда мы видим красную машину, нам кажется, что она ближе. Мы всегда понимаем, что она немножечко ближе, чем на самом деле. А когда мы видим синюю машину, нам всегда будет казаться дальше это расстояние. Потому что синий цвет, он еще удаляет дальше пространство. Поэтому синие машины очень редко встречаются, потому что это даже, в принципе, запрещено. Мы сейчас границы листа увели в туман. И если мы захотим приблизить, посмотрите, я добавлю красный цвет. Если мы добавим красный цвет, то этот край выйдет на передний план. Какой цвет всегда посерединке? Зеленый. Будет всегда посередине. И, собственно говоря, мы можем наметить ландшафт любого вида посередине места. И он тогда окажется в центре. И вот посмотрите, собственно, хочется работать именно в этом месте. Эти места, они уже уходят в туман. Они уже будут у нас на периферии. Поэтому не нужно распыляться тогда и закрашивать каждый уголок, как это, например, было бы в картинке с раскраской. Нам не нужно заполнять периферию. Мы работаем в центре, в центре идея, в центре самая важная часть. Для первых классов, первых, вторых, когда учитель создает на доске, кстати говоря, хочу сразу анонсировать, наверное, через неделю, через неделю, через две недели получается. На следующем уроке, когда мы будем говорить про графику, я покажу вам еще на черной бумаге, как рисовать некоторые приемы, некоторые моменты, как рисовать на доске. Так что запасайтесь, если у вас будет возможность, черной бумагой или просто посмотрите, как это делается. Но я покажу тогда, как то, что рисуется на белой бумаге, связано будет с тем, что учитель дает на доске рисовать. Итак, что в тетради? Что на работах детских? Во-первых, забота о периферии. И на доске мы тоже делаем такие скругленные углы в первую очередь. Во-вторых, забота о переднем крае, чтобы было за что зацепиться. И сразу, независимо от того, рисуете вы животного, рисуете вы дома, рисуете что угодно, вы фактически как создаете свой мир, и вы сразу делите на твердь и на воздух. У вас есть земля, и у вас есть небо. Сразу поделили линию. Такой интересный момент, который, наверное, облегчит любому учителю младших классов свое представление о рисунке. Я очень рекомендую в младших классах избегать передачи перспективы. То есть лучше всего не стараться изображать перспективные сокращения, как дома уходят вдаль, как дорога. Ну, дорога уходит вдаль еще может быть, но и то это не должно быть акцентировано. Посмотрите, у нас уже есть возможность для изображения ближних предметов и дальних предметов. Даже на простой картинке. Вот уже есть ближний край, и мы можем его изобразить. что это первый, передний план. Вот он, самый передний. Это буквально то, что у нас перед носом здесь. У нас есть средний план. Вот он изображен. Как в таких картинках, когда один слой за другим, один слой за другим. И, например, если вдруг в этом есть необходимость, может появиться совсем дальний план. Может быть, это там горы какие-то, или это могут быть елки, дальний лес какой-нибудь, дальний город, может, там замок, не знаю, город. Дальний план лучше изображать чем дальше, тем, как вы помните, более синим цветом. Итак, вы не изображаете перспективу, вы не стараетесь смотреть на это с птичьего полета для младшего, для младшеклассника, для ребенка первого, второго, третьего класса важно понять, что один предмет за другим, за третьим, вот они постепенно друг за другом так стоят. И один может перекрывать другой, то есть хотя бы это уже отношение. А так получается, что они в плоскости. То есть вот у нас те, кто на переднем плане, здесь у нас будут те, кто на заднем, и там может быть те, кто вдали. Вот, собственно говоря, первая часть, когда вы создаете планы. И здесь рассказываете историю. И на переднем плане понятно, что у нас может расти травка, она будет заметна. Тут могут расти травка, которая уходит в туман, здесь будет травка, которая впереди. Могут быть листочки. Но на втором плане травка уже будет сливаться, ну, как она и здесь выглядит, она уже будет сливаться в один сплошной поток. А здесь уже детали вообще не будут различимы. Представляете, как облегчается сразу работа. Собственно говоря, вернемся к образцу. Вот из первого класса. Даже при широком мелке, при такой живописной технике восковой, что мы видим? Ребенок сам хотел бы нарисовать все ровно на одной линии. Но эти посаженные травки выглядят сейчас одиноко, потому что они без атмосферы, без среды. Для того, чтобы до того, как нарисовать цветочек, зайчика, любую детальку человека, бабочку, мы сначала первое создаем всю среду, второе выделяем первый план. У нас есть второй и дальний. Мы сразу видим планы. Может быть, достаточно даже двух планов будет. На втором все будет обобщенное. И на третьем на третьем плане все будет совсем вдали. или это место просто займет небо. Например, собственно говоря, вся эта картинка это как введение ребенка в историю. Сначала мы описываем жили-были, сначала мы говорим было царство, вот была осень. Кстати говоря, вот эта рамочка, она зачастую нам помогает дать ребенку представление о времени года. Тогда, например, если это будет холодное время года, то рамочка может быть холодной. И, например, мы можем даже взять фиолетовый, и это будет более поздняя осень или зима. Но, если это, например, будет весенняя картинка, то там появится голубой или зеленоватый может появиться. если это будет летняя картинка и осенние, и лето, то мы можем в рамочку добавить золото или даже красный. И сразу у нас появится настроение летнее и сентябрьское. Здесь уже ноябрьское, видите, фиолетовое. Можно поменять картинку по настроению. Такой себе стол сезона, который перемещается на периферию картинки. в зависимости мы потом может быть даже сделаем вам конкретно пример какой-то. Но сейчас вот общие принципы. И после того, как вы создали атмосферу, вы создали планы, вы можете наполнять это деталями. Лучше опять же издали. То есть если где-то был вдали город или вдали гора, мы ее уточняем первой. Потом переходим на второй план. Это тоже как будто вы продолжаете рассказывать историю, как продолжается история. Вот вся страна, здесь уже деревня или дом или город. И тогда с красной крышей может быть где-то будет стоять дом. И вот смотрите, что я сейчас делаю. я нарисовала крышу и чтобы стенки остались белыми, на самом деле должна дом нарисовать не с крыши, не с фундамента, не со стен. Я должна дом нарисовать с окружения. И чем светлее этот дом, тем темнее должно быть окружение. вот сейчас посмотрите, когда я сделала окружение, то у нас появился светящийся домик, можно даже окошки уже добавить, светящийся домик такой, который где-то там стоит. Ему можно тогда добавить земли и даже если добавить здесь стволов, то наш домик будет стоять в окружении чудесного сада. И даже дорожку туда нарисую. И может быть даже дверь. Я хочу вам показать, почему это важно понять. Потому что если бы у вас была трава и вы бы хотели нарисовать здесь дом, и вы бы взяли любой мелок, нарисовали крышу, дом, фундамент, и нарисовали бы его еще в перспективе, как дом стоит, то вышла бы достаточно грустная картинка, потому что пришлось бы дорисовать еще землю, пришлось бы дорисовать еще здесь окна. Вы бы очень долго над этим думали. Более того, стены уже оказались бы оконтуренными. Они были бы в контуре. Потому что как нарисовать белое на белом? Не только нарисовать контуры, другого варианта нет. Есть вариант совершенно четкий. Чтобы нарисовать белое на белом, нужно вокруг сделать не белое. Вот и весь секрет. И тогда вместо вот такой крыши, которую вы нарисуете, и потом ее закрасите, вы на самом деле сделаете крышу одним жестом. когда вы делаете четкие контуры, вот такие угловатые, то для вас это как будто картинка очень близко к лицу, как будто вы смотрите совсем вот так в камеру. Если этот домик нарисован немножко мягко, расплывчато, то вы сами можете как зритель уже додумать те детали, которые вам не видны. И утемняя что-то вокруг, у вас получится светящаяся картинка. Согласитесь, что вот такой вариант против вот такого варианта с детальками, с кучей деталек, подробностей этот вариант можно назвать конкретно, совершенно это декоративное рисование, чертеж, схема. Вы еще должны будете учиться в художественной школе, чтобы такую картинку превратить в живописную, в душевную картинку. Такую картинку вы можете нарисовать, даже если вы вообще не умеете рисовать домики, потому что все, что в этой картинке осталось нечетким, расплывчатым и неконкретным, все это вас побудит развивать фантазирование. Вы становитесь соучастником, интерактивным соучастником этой картинки. Вы додумываете сами, сколько там рамок в этих окошках, сколько там в этой трубе дыма. Здесь все конкретно нарисовано. Поэтому чем больше вы будете использовать прием мягкого, живописного растворения, тем вам будет легче. Кстати говоря, новоприбывшим, посмотрите, на чем я рисую. У меня есть поверхность и я использую, у меня есть целая стопочка бумаги, на которой лежит мой листочек. С чем это связано? Что? У меня рядом альбом лежит. Очень хорошо. Нужно делать подкладку или альбом, или досточку или стопочку бумаги, или тетрадку, потому что качество рисунка, вот смотрите, если я здесь рисую, у меня продавливается стол сразу, если я буду рисовать здесь, то здесь будет, смотрите, какой мягкий, мягкий, живописный, без черточек рисунок. Итак, когда вы рисуете мелками, лучше заботиться о том, чтобы лист не прямо лежал на столе, а у него была подкладочка. Продолжаем. И еще раз повторю. Сначала мы создаем всю периферию, чтобы у нас был центр работы и периферия. Потом в этом центре мы создаем несколько планов, обязательно передний, средний и, может быть, если нужно, дальний. Может быть, он превратится в небо. Мы сначала обрабатываем дальний план, вот мы решили. И потом, например, если в этой истории, которую вы рисуете с детьми, появляется персонаж, то у меня тоже есть обязательное предложение. Если вы рисуете с детьми, например, животного, то животное должно появиться в уже в какой-то своей такой атмосфере, в своей среде. Если вы помните, я уже выкладывала упражнение, как рисовать зайчиков, и понятно, что вот если я делаю такое кубельце, то, наверное, здесь может появиться зайчик. Ну, точно так же здесь, например, может появиться, ну, допустим, ежик. Вот он такой ночное животное. Я его рисую темным. и вот смотрите, уже его иголочки и травки, он уже в кустах выползает из кустов. То есть вот у нас животное, оно не выходя из своей среды, ежик там где-то должен бежать. траве. Если этот ежик вдруг встречается с кем-то, то вы должны увидеть, собственно, сценарий. Вы как режиссер, как сценарист этого маленького фильма, фактически рисуя для ребенка, рисуя вместе с ребенком, рисуя на доске, например, вы по сути не показываете красивую картинку от которой у ребенка ступор «А, я так не могу нарисовать никогда, я такого никогда не нарисую». И он перестает рисовать. Наоборот, вы показываете, как пошагово, постепенно каждый персонаж появляется, какой ребенок будет рад за вами повторить каждый шаг, простейший, по-простому шаг за шагом. Итак, история наша была о чем? Вот у нас большой мир, в этом мире есть где-то вдали горы, есть луга, есть вот тропинка, и вдали где-то живут люди, может быть, там живет как раз та девочка, которая по этой дорожке вышла на эту тропинку, и здесь ее ждал ежик. Я сейчас сочиняю на ходу, просто импровизирую, чтобы показать, что логика разворачивания событий, она абсолютно простая, от большего к меньшему, к меньшему, к меньшему, вплоть до деталек и, наконец, до ресничек, хотя, надеюсь, до ресничек мы не дойдем. Не начинаем рисовать с ресниц, а наоборот, начинаем рисовать с воздуха. И вот, как же мы рисуем человека с воздуха? Девочка приходит, как она может здесь оказаться? Я рекомендую сразу всем-всем-всем не бояться рисовать место. Вот где-то здесь ежик встретится с девочкой. Вот где-то здесь уже у нас появится девочка. Вы берете всегда золотой мелок, желтый мелок, и вы просто можете наметить место, где будет девочка. Это как будто, ну, я не знаю, можно сказать, аура, но на самом деле это как тепло. Тут где-то есть кто-то. И когда вы намечаете вот этот объект, то, по сути, вы предлагаете уже здесь найти этого человека. Такая хитрость, которая позволяет в этом золотом еще одну вещь сразу сделает. Вы этим золотым облаком вы можете показать жест этой фигуры. Что эта девочка делает? Она бежит, стоит, наклонилась к ежику, она уходит. Вы можете сразу этим пятном показать, куда двигается эта девочка и что она делает. например, чтобы показать два движения, мы сделаем эту девочку, которая на ежика смотрит, она у нас будет смелая девочка, а вторая девочка, ее подружка, например, она не такая смелая и она решила убежать. Как в сказке, не помню, какая это была сказка, пых-пых, как кто-то в кустах пых-пыхался. И вот посмотрите, у нас теперь два облака, кто-то здесь и кто-то здесь, в этом облаке. Мы понимаем, что девочка наклонилась и сразу делаем жест такой наклона. Видите? А здесь девочка будет убегать и мы сразу можем наметить убегающего человека. И посмотрите, что важным, очень важным, я считаю. Нужно научиться рисовать человека с ног, снизу. мы рисуем человека от земли, а этот стоит. Я потом посвящу целое занятие полностью рассказу о том, почему так. Но вы просто сейчас можете увидеть, как это удобно. Вот девочка убегает и у нее руки. Вот мы видим, что она закончилась здесь. и здесь пришла сверху голова. Голова села на плечи. А эта девочка стоит, вот ее ноги, она стоит, она наклонилась, и вот у нее голова, и вот у нее руки. смотрит. Уже у нас есть собственно говоря фигурки. Вот после этого можно например сделать какую вещь. Сразу показать направление взгляда. Эта девочка даже с косичкой может быть смотрит вниз. Мы рисуем направление волосами, а эта девочка убежала. И теперь мы сделаем платьечко для этой девочки. Она у нас такая спокойная. Мы сделаем ей зеленое платьечко. и эта девочка у нас беспокойная, поэтому мы сделаем ей что-нибудь такое. Может это даже и мальчик. Сделаем ей рубашечку например. И чтобы она лучше было видно как она бежит, например сделаем ей штанишки. И вот теперь мы можем смело поставить уже обратно на землю. нарисуем тапочки вот на ножках и этой девочке ботиночки нарисуем. можем нарисовать подробности ручки. Может быть я бы не рисовала даже носы. Это неважно. Уже понятно куда они смотрят, уже понятно куда они бегут. Уже можно дорисовать сколько хотите деталек. Можно пояса рисовать, поясок какой-нибудь, ленточку на голове. Можно воротничок рисовать. Это уже мелочь. Уже можно даже не делать. У вас есть жесты. Один смотрит, другой бежит. но что собственно говоря может быть она вот ежику дает яблочко. Вот у нас полностью сложилась сказка. Девочка у нас угостит ежика яблочко. Что здесь не хватает чтобы закончить сюжет изображен. Что обязательно нужно сделать? Вот тот самый прием что мы использовали и в домике. посмотрите я рисую небо. Небо может быть голубым, желтым, розовым, красным. Может быть если это закат то небо было бы красное. Может быть если это день или утром. Если день небо могло быть желтым. Может сейчас уже вечер поэтому девочка испугалась может это уже почти ночь поэтому девочка испугалась ежика. Посмотрите чтобы лицо начало светиться дети должны увидеть как вы это делаете. Вы фон делаете темнее и посмотрите происходит уточнение контуров уточнение силуэта и фигурка самой девочки посмотрите как она засветилась смотрите сразу человек у нас становится сияющим тут размазываем посмотрите как засияли сразу те детки и здесь можем за счет например травки немножко уплотнить дорисовать еще травку вдоль дорожки конечно когда вы уплотнили здесь когда вы нарисовали кучу деталей и всего что происходит здесь вот на дорожке камешки какие-то что произошло вы сразу видите что в центре столько уже деталей даже за рамки выходят что рамки растворились и как они были яркие и тяжелые в начале казались сейчас их вообще нет поэтому я очень очень всем советую в конце когда вы уже закончили рисунок еще раз взять тот же синий цвет или если кому-то будет уже слишком насыщенная картинка фиолетовый можно взять и еще раз для закрытия для закрытия этой работы окончания как будто мы ставим точку в конце предложения мы можем дать еще раз рамочку и эта рамочка посмотрите она опять соберет всю картинку в одно цельное впечатление сделает эту картинку рассказом историей которые мы увидели от начала до конца от создания мира от создания дальних планов ситуации до ближнего плана совсем детального создания деталек создания подробностей до создания истории с подвижными героями которые вызывают в нас отклик наклонившаяся девочка убегающая девочка ежик спрятавшийся домик в саду вот сразу посмотрите как поменяется даже если еще добавить еще ближний план еще появилась земля под ногами мы отписываем вот такое упражнение просто на тренировку на улучшение своих навыков рисования с детьми спасибо 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 Продолжение следует...